Новый спикер Мажелеса Казахстана Ерлан Кушанов, еще вчера работавший в администрации президента, сразу определил, чем должна заниматься Нижняя Палата Парламента. В его понимании это поддержать инициативы президента Касымжимарта Тукаева. Он считает, что это и есть главная задача депутатов. СПИКЕР Палаты новый, но порядки старые. Это было видно даже потому, как депутаты задавали вопросы министрам, зачитывались заранее заготовленные предложения. Но новый председатель как будто против такого положения дел. Кушанов высказал несогласие с депутатами, которые не подняли перед министром вопрос о коррупции в сельском хозяйстве. Он предложил разработать предотвращающий коррупцию закон, который, по его словам, волнует и будоражит народ. Кушанова, депутаты, депутаты, будто ожили. Ибо следующего министра, пришедшего с докладом, а это был глава Минэкологии, они завалили вопросами. Были даже вопросы вне повестки. РИКСИС, КОНАГОИНЫНЫН, АЛАССУЛАРЫН, КАРЗДИК. ОНДА САЛЫНГАН ГИМАРАТ, ЖУМШАСАМАЙ, КАРАКОЛЬ, УЗИН КОЛЕАРХЫЛЫ, КАСПИТЕНГЗНЫН, ТЮСВАТЫРДЕГЕН АКПАРАТБАР. Брекешев повторил, что проверяет, были ли вредные выбросы в море, но такой ответ не устроил ни самого депутата, ни спикера. В итоге от министра потребовали развернутого письменного ответа. Следующий депутат задал вопрос об утилизационном сборе, который взимала компания, связанная с семьей Назарбаева. Утилиз Боржуэнда Айтылган Булатин. Бұны бүгін 22-гүң вақт өтті, әлі министртін ешкандай бүрнәтіжелі жүміз көрінбейтір. Коғам елкалық сону сұрауда. ТО оператор РОП, оно уже перестал, прекратило свое существование. Все активы, денежные средства банка второго уровня, они сейчас переданы полностью в акционерное общество Жасылдаму. У депутатов внезапно появилось так много вопросов, что пленарное заседание Мажелиса длилось дольше обычного. Повестке дня был лишь один законопроект, который депутаты приняли единогласно. Таким образом, Мажелис одобрил прекращение части полномочий экс-президента Нурсултана Назарбаева, указанных в законе о первом президенте лидере нации. Поправки, одобренные парламентом, отменяют право Нурсултана Назарбаева пожизненно председательствовать в Совете Безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Также теперь Тукаеву нет необходимости согласовывать с первым президентом инициативы во внешней и внутренней политике. Но Назарбаев по-прежнему сохраняет иммунитет от судебных преследований и защиту имущества.